Серьезная тема. Есть среди нас те, кто случайно стал причиной смерти человека. Что произошло? Перевезено с американского форума. Мой друг был общительным и популярным парнем. У него было много друзей. Во время учебы в школе он ходил в драматический кружок, играл в футбол и бейсбол. Он был рядом в лучшие моменты моей жизни. Но в какой-то момент он просто перестал со мной общаться. Он читал мои сообщения, но не отвечал. Это было так странно. Затем он однажды пришел ко мне, как в старые добрые времена. Сказал, что стрелял по мишеням, но его пистолет взорвался прямо у него в руках во время выстрела, потому что он использовал пулю, которая случайно постиралась в кармане его штанов. На его руках были видны ожоги от пороха. Он попросил одолжить один из моих пистолетов, и я согласился. Спустя два дня он застрелился. Я ненавидел себя за это. Большая часть наших общих знакомых отвернулась от меня. Его семья также ненавидит меня, и мне запретили приходить на его похороны. Я чувствую огромную вину за то, что не заметил никаких признаков того, что он собирался сделать. Мне не хватает себя, Том. Жаль, что я не смог помочь себе, как ты мне всегда помогал. Изменено. Хочу внести ясность. Пистолеты я одолжил ему на время. Кроме того, хочу всех поблагодарить за слова поддержки. Жаль, что не все видят ситуацию моими глазами. Много лет ушло на то, чтобы я перестал винить себя в произошедшем. Но чувство вины ходит за мной как тень. В тот день он вел себя как обычно, смеялся, шутил и говорил, что в будущем мы должны встречаться чаще. Я ни в секунды не сомневался, стоит ли одалживать ему пистолет, потому что он усыпил мою бдительность своим поведением. Он вел себя так, как будто это и не было особо важно. Он с детства умел обращаться с оружием. Мало кто это понимает. Многие даже никогда не обсуждали эту ситуацию со мной. Они считают меня куском дерьма, который дал пистолет своему другу. Кроме всего прочего, Том был популярен, в отличие от меня. Я думаю, людям легче просто считать меня злодеем. Хотя мне это до сих пор причиняет боль. Жаль, что мы не поговорили о его чувствах. Если бы он хоть немного проявил признаки депрессии, дал хоть какой-то намек. Каждый день задаю себе кучу разных вопросов. Все, кто знал его, потеряли дорогого друга, и я в том числе. Но мне даже не позволяют оплакивать его публично. Я не понимаю, как люди могут тебя винить хоть в чем-то. Ты также не должен ни в чем себя винить. Если бы вы не дали ему пушку, он все равно достал бы ее у кого-нибудь другого. Или нашел бы другой способ это сделать. Я встречался с одной девушкой, у которой были небольшие психологические проблемы из-за сексуального насилия в детстве со стороны ее деда. Но никто об этом не знал. Я заметил некоторые странности в ее поведении. Поговорил с ней об этом, и она рассказала мне все. Когда мы расстались, я сказал ее матери, чтобы она перестала приглашать деда на праздники и рассказала о том, что он сделал с ее дочерью. Она мне не поверила, но расспросила дочерей и племянниц. Те подтвердили мои слова. Выяснилось, что он делал это, и с ними тоже. Когда все это стало известно бабушке, она сказала, что сама обо всем позаботится. В общем, через неделю дедули уже не было в живых. Дед принимал много разных лекарств, и, видимо, бабушка ошиблась с дозировкой, что и убило его. Смерть старика признали естественной, и бабушке ничего за это не было. Возможно, и сама бабушка была жертвой насилия, поэтому она так и поступила. Когда мне было 16, я сбил 87-летнего старика, который выбежал на дорогу на красный свет. Я держал его за руку, пока он умирал на тротуаре. У него случился инфаркт. Врачи так и не смогли определить, произошло ли это до столкновения с моей машиной, и поэтому он не заметил красный свет, или же в результате столкновения. Его семья была очень добра, и я им за это безумно благодарен. Его сын позвонил мне через день после инцидента, и сказал, что его мать умерла полгода назад, и его отец очень горевал. И так как он теперь тоже умер, его утешало, что его родители снова вместе. Я прошел Чеченскую войну 94-96 годов. Там на войне я сказал одной девушке на вид 17 лет, чтобы она выбежала из многоэтажки, так как боялся, что здание вот-вот обрушится. Этого не случилось, а она выбежала под град пуль и погибла. Я был так напуган, что остался внутри, но здание так и не развалилось, и я вышел через другую дверь. Я часто вспоминаю об этом. Тогда времени на раздумья не было. Она стояла рядом с выходом. Я бежал туда, потому что был уверен, что здание трясется. Я увидел ее и крикнул. Беги, сейчас упадет крыша! Она тут же выбежала, и пуля пронзила ее насквозь. Она кричала от боли, а затем в нее попала еще одна пуля, и она умерла. Конечно же, я жалею о том, что крикнул ей это. Я до сих пор чувствую вину, вспоминаю ее крик. Но в то же время я понимаю, что поступил так, потому что хотел сделать лучше. Пытался спасти ей жизнь. И справедливости ради, на самом деле казалось, что здание разваливается. Убегали все, не только я. Любой другой на моем месте тоже крикнул бы ей, чтобы она бежала. Никто не знал, что здание будут обстреливать. Я знаю, что мои попытки оправдаться звучат неубедительно, но это все, что я могу придумать, чтобы перестать чувствовать вину. Любой сделал бы то же самое. По крайней мере, я так думаю. Три часа ночи ехал на машине и повернул налево к дому моей сестры. Парень на Харлее ехал со скоростью 100 км в час при максимально разрешенных 60 и без фар. Мой пикап весом в полтоны оставил следы заноса от удара такой силы. Я до сих пор помню, мотоциклист кувыркнулся в воздухе. Произошло это в 1976 году. Мы с другом договорились, что пойдем играть в футбол, но он все не приходил на условное место встречи. Я не дождался его и пошел домой. Он так и не появился, и я подумал, что он, наверное, заболел или что-то еще случилось. Два дня спустя моя мама сказала, что его сбила машина, когда он выбежал на дорогу за мячом, с которым играл, ожидая меня. Если бы я потерпел еще хоть минуту, ему не пришлось бы ждать меня, и он остался бы жив. Катался на лыжах с другом, когда жил в Колорадо. Ехали мы очень быстро, наслаждались горами. Когда мы вернулись на главную трассу, друг все еще продолжал ехать очень быстро. Я крикнул, чтобы он притормозил, и он в итоге столкнулся с женщиной среднего возраста из-за того, что обернулся ко мне. Мой приятель, парень довольно крупный, и с той женщиной они сильно ударились. Лыжный патруль унес ее с трассы, было видно, что она очень страдала от боли. Несколько дней спустя она скончалась от полученных травм. Расследование заключило, что виновны были они оба. Мой друг должен был заплатить несколько штрафов, но никаких исков в суд против него никто так и не подал. Как-то в прошлом году я выезжал от друга по дороге, по которой ездил миллион раз. Я знал, что в одном районе было темно ночью, потому что коммунальщики не меняли лампочки в уличных фонарях уже более десяти лет. Темный участок доходил до холма в жилом районе между двумя пешеходными переходами, которые находятся далеко друг от друга. Поэтому люди переходят дорогу через вершину этого холма. Я все это знал, но и подумать не мог, что может случиться. Вдруг раздался громкий стук, и лобовуха вся треснула. Я обернулся и увидел, что человек неподвижно лежит на асфальте. Было поздно, никого больше рядом не было, кроме меня и этого тела. Я хотел проверить его пульс, пока набирал 911, но не мог его нащупать, потому что сам весь дрожал. Это произошло примерно в 400 метрах от больницы, так что скорая прибыла прежде, чем я осознал, что произошло. Они положили его на носилки, появились копы, и я наконец увидел свою машину в свете фонарика. На боковой стороне моей машины застрял большой кусок человеческой плоти. Машина была в крови. Я прошел тест на алкоголь, и меня отвезли домой. Этот человек протянул еще три дня и умер из-за полученных ран, и так и не пришел в сознание. Я узнал от друга, работавшего в местной газете, что полиция все еще не рассматривала вопрос о предъявлении мне обвинения. Они и сами сообщили мне об этом. Конечно же, я очень переживал из-за несчастного случая и из-за того, что меня могут обвинить в непредумышленном убийстве. После того, как офицер позвонил мне, чтобы официально сообщить, что парень все-таки умер, я проконсультировался с адвокатом, который посоветовал мне больше не общаться с полицией, пока ведется расследование. Спустя две мучительные недели в полночь мне позвонил офицер, который проверял меня на алкоголь. Он работал в третью смену. Он сказал, что парень был очень пьян и вышел на встречную полосу, не понимая, куда идет. Теперь, когда они это выяснили, мне больше не грозило обвинение, и я могу вернуться за своей машиной. Облегчение, которое я испытал, было неописуемо, но было нелегко радоваться, зная, что умер человек. Мое положение усугубило то, что офицер сказал мне, что семья покойного парня очень беспокоится о том, как я себя чувствую, и что они просили передать мне, что ни в чем меня не винят. Его было всего 24, он только что закончил колледж. Это была его последняя ночь в городе, и он собирался на следующий день вернуться домой. Периодически я захожу на его страницу в фейсбук, чтобы не забыть его лицо. Когда мне было 18, я работала в ночную смену в доме престарелых с санитаркой. В мои обязанности входило переворачивать парализованных пациентов каждые два часа, чтобы у них не появились пролежни. У одной пациентки была поздняя стадия болезни Паркинсона, и ее мышцы и суставы не гнулись и были очень хрупкими. Переворачивая ее с боку на бок, я слегка надавила на ее ногу, чтобы немного сдвинуть ее назад, что привело к перелому бедра. Учитывая ее возраст и здоровье, врачи решили, что операция опасная, и придется надеяться, что все срастется само. Из-за этого мы больше не могли переворачивать ее, что привело к пролежним. В конце концов, она умерла от сепсического шока. Я всегда ужасно чувствую себя, когда вспоминаю это. Я отчасти виновен в смерти как минимум троих людей. Так вот, я синоптик. Несколько лет назад я готовил прогнозы погоды для Афганистана. Мы делали прогнозы, находясь на базе в Штатах, а это значит, что мы должны были координировать наши прогнозы с кем-то, кто дислоцировался в самом Афганистане. Иногда нам попадались довольно опытные синоптики, порой не очень. Это было скорее волей случая. Короче говоря, я работал с этим регионом уже по меньшей мере два года к тому моменту, когда это произошло. Я уже был фактически координатором, просто контролировал все прогнозы, относящиеся к моей зоне. Однажды я обсуждал с одним из синоптиков возможность сильного Града, и я хотел, чтобы он обязательно включил это в свой прогноз. Это было очень важно, так как в случае Града самолеты должны были быть убраны в ангар, все операции отменены, снаряжение укрыто и так далее. Когда я обсуждал это с синоптиком, он вдруг резко воспротивился. Он не хотел сообщать о Граде командованию, потому что это может привести к отмене запланированных военных действий просто потому, что ты считаешь, что может пройти Град. Если прогноз неверен, кучу людей вернут назад, и время будет упущено. Этот местный синоптик очень яро спорил, но все его аргументы сводились к... Я просто не хочу об этом докладывать. Когда меня не было на месте, он надавил на моего младшего помощника, используя свое более высокое положение, и заставил его убрать из прогноза упоминания о возможном Граде. И база получила прогноз, где не было ни слова о Граде, говорилось лишь о грозовом фронте поблизости. Когда я заметил это, я разозлился, но лишь сказал, да хрен с ним, пусть это будет на его совести. Это был первый раз, когда в мой прогноз должно было войти упоминание о потенциально опасном Граде. Я решил, что возможно и правда, мы просто преувеличиваем опасность. Как бы не так, как по расписанию, началась страшная гроза, и на базу обрушился Град. Самолеты понесли ущерб на несколько миллионов, был травмирован пилот вертолета, готовивший свою пташку к полету. Погибли трое солдат афганской национальной армии, которые отправились в патруль и не нашли укрытия. Град убил их, это всегда мучило меня. Они ведь могли остаться в живых. Мы знали о возможной опасности, и получается, я просто позволил неправильному прогнозу выйти, что и привело к смерти людей. Моя мама Тайка, отец американец, большую часть года я всегда проводил в Штатах, а каждое лето ездил в Таиланд. Когда мне было 8, наша семья и семья родственников пошли на пляж. Мы с Джейсом, сыном моего двоюродного брата, несколько часов провели в воде, оба были без сил. Спокойный в начале, океан постепенно начинал волноваться, появились огромные волны. Когда мои родители услышали звук грома, они крикнули, чтобы мы вернулись на берег. Я поплыл к берегу, не удостоверившись, что Джеймс следует за мной. Когда я оказался на песке, я оглянулся, но не увидел его. Мы заплыли гораздо дальше, чем можно было двоим восьмилеткам, а Джеймс слишком устал, чтобы держаться над водой. Не знаю, что я мог сделать, когда понял, что он не выплыл, но я не могу перестать думать об этом каждый раз, когда возвращаюсь туда, и я не могу заставить себя пойти к океану. Раньше я работал по очень неудобному графику, ночные смены по 10 часов в понедельник, во вторник, среду и пятницу. Я старался не спать и по ночам в выходные, особенно по четвергам, чтобы не сбивать режим. Жил тогда в сельской глуши, и по ночам все заведения закрывались, кроме небольшого кафе при заправке. Не хотел мешать другим спать у себя дома, потому ночью коротал именно там, на заправке. Я обычно читал или болтал с кассиршей. Наверное, она чувствовала себя спокойнее от того, что была не одна. Однажды ночью зашел к нам мужик с маленьким мальчиком и попросил разрешения воспользоваться уборной. Было около трех ночи. Мальчик казался больным и в целом был не в порядке. Казалось, кто-то ударил его по животу. Пока они были в туалете, мы с кассиршей переглянулись. Она тоже думала, что что-то здесь не так. Я вышел и записал номер его грузовика. Как только они ушли, мы позвонили в полицию. Местная полиция передала информацию в отделении шерифа округа и местный офицер пришел на заправку. Он задал нам еще пару вопросов и мы слушали по его радио, что происходит. Окружной офицер обнаружил грузовичок и остановил его. Когда офицер вышел из своей машины, грузовик развернулся и умчался прочь. Полиция преследовала его. Подробностей нам не рассказали. Он врезался во что-то или просто оставил машину. Грузовик загорелся. И находящиеся в нем боеприпасы начали взрываться. Я надеюсь, мальчик находился в каком-нибудь безопасном месте в тот момент, потому что больше ничего я о нем не слышал. Мужик попытался переплыть небольшую, но опасную речку и утонул. Это произошло почти 20 лет назад. Если я не ошибаюсь, он был отцом мальчика, но был лишен родительских прав. Его незадолго выпустили из тюрьмы, а грузовик был им угнан. Мы с женой заболели очень тяжелой формой гриппа. Мой отец присматривал за нашими двумя маленькими детьми и даже навещал меня в больнице. Через день после того, как я выписался, он заболел гриппом и спустя пару дней умер. Я все еще чувствую свою вину, ведь он не обязан был сидеть с моими детьми и не обязан был сидеть у моей кровати, но он это сделал. Утешает знание того, что он любил меня так сильно, что был готов рисковать своей жизнью, лишь бы быть со мной. Я даже не знал, что грипп может быть настолько серьезен, может привести к госпитализации и тем более смерти. Я считаю себя ответственным и чувствую свою вину за то, что заразил его. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео, чтобы не пропустить новые интересные видео с интересными историями интересных людей. Точный жаб.